Сначала срочные новости. Привет. В принципе, сегодняшнее видео можно было бы начать фразой «це вже було». Ну, помните, Леонид Кучма как-то выдал мемасик, будучи еще президентом Украины. Так вот, российские фашисты, а фашизм в данном случае национальности не имеет, речь идет о российском государстве, решили поделить армян на три сорта – карабахские, ереванские и московские. И выяснилось, что именно московские должны определять будущее Армении. Вот такой вот поворот. Ну, к этой теме она у нас сегодня будет основной. Мы вернемся, но хочу начать с другого. Дело в том, что кое-кто пробил дно в прямом смысле этого слова, потому что нас, украинцев и украинское руководство, начали называть тараканами. И тот, кто чуть-чуть слышал об этом, кого называли раньше тараканами, тот, наверное, согласится, что это дно. Встреча сегодняшняя Зеленского с Байденом. И якобы, если верим мы, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, Байден будет давить на Зеленского с целью начать переговоры с Россией. Какие-то вот... Считал, учитывая, что ему там советники американские все время подкидывали и подсказывали, что он пуп земли, центр вселенной, и что раз его один раз использовали против России, то теперь он властелин колец. Понимаете, если на кухне видят выбегающего в центр таракана и кричат, это не значит, что таракан всемогущий. Нет, он просто вызывает омерзение. Вот это та же самая история. Понимаете, на каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого, одетого в грязную одежду, придуманную где-то там в недрах американских спецслужб Зеленского, возбуждались, приглашали его. Но этот момент заканчивается. Вот так вот 60 минут ненависти или 60 часов ненависти к Украине превратилось в свободное радио и телевидение тысячи холмов. Было такое в Руанде. И да, они много там людей истребили, призывая к убийству. Кто хочет, может ознакомиться с этой историей, кто не знает. В интернете тут вопрос в чем? Что радиоведущий Жорж Руджу, озвучивший призывы убивать Туци, которых он называл тараканами, получил 12 лет тюрьмы. Так вот, я думаю, что Мария Захарова 12 лет тюрьмы не получит. Ну, задержание в Гаге будет достаточно таким дорогостоящим, она все время будет орать, Путин велик, Россия встает с колен и требовать кокаин. Поэтому нет. Надо будет сбросить сообщение коту Гюнтеру. Это кот, который формирует список Кирилла Буданова. Чтобы в Гагу ее не отвозили. В Украине тоже есть хорошие тюрьмы. Ни кокаина, ни алкоголя. Хотел сказать, будем ее лечить, но, по-моему, это бесполезно. Ваше мнение, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну, то есть, если по Украине, то российская нацистская сволочь, они транслируют один тезис, что Запад устанет, с поляками мы поссоримся, с венграми поссоримся, со всеми поссоримся, с американцами тоже. Нам не будут поставлять оружие и боеприпасы. И они придут, и всех нас здесь убьют. Ну, с таким настроением они заходили в Украину в 22-м году. А до этого была первая попытка в 14-м году. Но вообще, что тут вообще происходит? Давайте-ка разберемся. Значит, за что наказывают армян? Все очень просто. За независимость. Вот так. За то, что они стали независимыми. Ну, и, соответственно, конечно, есть три вида армян. Хорошие московские, карабахские так себе. Потому что эти, я так понимаю, как раз четко выполняли московские требования. И все просрали, да. Ну, и ереванские, которые хотели своего и хотят своего независимого государства. А это страшный грех. В этом плане, ну, мы отчасти похожи. Ну, я имею в виду, нас же тоже убивают за то, что мы выбрали независимость. Перефразирую. Пытаются уничтожить. Но не-не-не. Не получится. И никакого прогресса в этом нет. И теперь понятно, почему провалилось украинское контрнаступление. Послушайте Столтенберга. Самое лучшее доказательство того, что наша помощь, военная поддержка, в действительности меняют положение дел. И это выражается в том, какой прогресс украинцы делают на передовой. Нет другого способа, с помощью которого они могли бы толкнуть российских захватчиков. Сначала вокруг Киева, а потом на севере и на востоке вокруг Харькова, и на юге вокруг Херсона. И сейчас, если по мере введения полномасштабного контрнаступления исчезнет вся эта поддержка из-за коррупции, они сбивают российские беспилотники. Они освобождают территории при помощи поставленного нами оборудования. Дурачок, значит я тебе объясняю. Правда, которая сказала о том, что из-за коррупции, то есть где деньги? Если вы говорите, что есть коррупция, то откуда контрнаступление? Так нет контрнаступления, потому что они все своровали. Дурачок, твои американские хозяева сказали тебе, селедка ты несчастная, я Столтенберг. Сказали что? Сказали, что все, о чем просил украинский режим, ему все поставили. Все дали. И куда делось? Мало этого, и ты, наверное, не знаешь, кретин, но ни из-под какого Киева Украина Россию не отбрасывала. Россия отвела свои войска. Потому что вы обманули Россию, парафировав сначала договор в Санабуле, как жест доброй воли, мы отвели войска, после этого, оказывается, победу там какую-то одержали. Лживая ты скотина! Сколько можно врать в Столтенберг? Ты вообще вдумайся, тебе же, когда это все закончится, надо будет людям в глаза смотреть, ведь все равно вся ложь выйдет на поверхность. Но то, что ты на одной стороне с нацистами, никого не удивляет, что от тебя еще ждать? Но ты же тупо врешь, ты же деньги налогоплательщиков, к тебе же придут европейские налогоплательщики и скажут, так а ты лично, мразь, сколько денег себе в карман положил? И что ты на это ответишь? Вот Зеленский нашел правильный вариант. Он просто не отвечает ни на один вопрос. Президент Зеленский, каково ваше послание к Конгрессу? Президент Зеленский, получили ли вы от спикера Маккарти обещание продолжать финансировать войну? Господин, что вы скажете скептикам-республиканцам? Каково ваше послание? Сенатор, ваше послание дошло до Зеленского. У меня ощущение, что просто два деда ведут мальчика на конюшню пороть. То есть просто, значит так, поймали садовника в зеленом на воровстве и повели так в конюшню пороть будут. Но никак иначе это понять, конечно, нельзя. Сенатор Джош Хоули в эфире Fox News высказался. В какой-то момент американский народ все-таки что-то скажет про это. Потому что еще четыре года для Байдена, вне всякого сомнения, будут еще четырьмя годами войны для Соединенных Штатов. Это то, чего хотят американцы? Еще четыре года войны? Нет, это не то, что они хотят. Это не то, что им нужно. Лора, я вот только сегодня узнал из брифинга администрации Байдена, что самый последний запрос на более чем 24 миллиарда долларов. Это не конец. Это даже еще не близится к концу. Они хотят, чтобы мы продолжали выписывать чеки на прямую правительству Украины. Бесконечно, год за годом, на сотни миллиардов долларов. Это смехотворно. В чем заключается стратегия? Где конец этого? У них его нет. Это не что иное, как государственное строительство. Это не что иное, как неспособность инвестировать в Соединенные Штаты. Лора, мы должны положить этому конец. Это сумасшествие. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.